Россия готовится к крупной выборной кампании. Для рядового избирателя никаких принципиальных отличий от прошлых в предстоящий день голосования не будет. Единственное, 18 сентября каждый из нас, придя на выборы, получит два бюллетеня. Мы будем голосовать и за кандидатов от партии, и за кандидатов по одномандатному округу. В Хакасии образован один одномандатный округ, соответственно, люди будут получать бюллетени партийные, где будут указаны названия партии, за которые они должны будут проголосовать, и будут получать бюллетени по одномандатному округу, где будут прописаны фамилии конкретного кандидата. В нынешние выборы центральный избирком попытается максимально оградить процесс от черного пиара и попыток срыва голосования. На предстоящих выборах впервые внесены изменения в работе журналистов. Если раньше любой представитель прессы мог, предъявив удостоверение, стать независимым наблюдателем, то теперь придется пройти специальную аккредитацию. Не для того, чтобы сокрыть информацию, сделанную это, уверяют в избиркоме, а для того, чтобы защитить избирателей, комиссии от давления и исключить сумбур в день голосования. Приходят на избирательные участки люди, которые не имеют к средствам массовой информации никакого отношения. Они получили накануне в каком-то малоизвестном СМИ редакционное удостоверение, а находясь на избирательном участке, занимаются тем, что нервируют членов избирательных комиссий, заставляют их ошибаться, мешают избирателям реализовывать свое избирательное право, голосовать, провоцируют даже представителей правоохранительных органов. Во время выборов сложен не только, собственно, выбор, сама организация дня голосования. Помещение, состав комиссии – вся эта работа совместная для избиркома и властей. Взаимодействие достаточно хорошее. Нет никаких тем, связанных с противоречиями ни по имущественным вопросам, ни по вопросам предоставления сил и средств. И региональные власти, и местные достаточно четко понимают важность государственной задачи, связанной с предстоящими выборами. Предположительно, избирательная кампания стартует во второй половине июня. Тогда же будет организована рабочая группа, которая будет следить за законностью агитации. Елена Крылова, Игорь Брюханов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.